Откроем Святое Писание на послании римлянам, 1 главе. Раз в году я преподаю на тему праведности. О ней вы и должны все время рассуждать. Ведь если врагу удастся напасть на ваше убеждение о праведности, то ему удастся закрыть дверь неба, откуда приходят ответы. Он бросает камни в праведность, в которой вы должны быть уверены. Вы имеете ее, веря в Господа Иисуса Христа. Какое-то время посвятим этому. Римлянам, глава 1. Читаем с 16 и 17 стиха. Потому что я верю, чем больше переживаешь Божью славу, тем больше враг нападает на твои убеждения о праведности, чтобы остановить славу Бога. Если вы решили, что всегда будете побеждать вражьи и поползновения на вашу праведность, если вы понимаете это, то он не сможет победить вас, парализовать и остановить вашу жизнь в славе Бога и исполнении обещаний неба. Римлянам, глава 1. Читаем с 16 и 17 стиха. Читаем слух вместе. Готовы? «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божья, от веры в веру, как написано, «Праведный верою жив будет». В расширенном переводе это передано так. «Ведь я не стыжусь Евангелия, благой вести Христа». Итак, что есть благая весть Христа? Можно упомянуть многое. А теперь оставьте закладку на послании римлянам, и давайте перейдем к посланию Галатам. Что есть благая весть Христа? Павел использует слово «Евангелие», чтобы описать подвиг, свершенный Иисусом для всех нас, для всех живущих, спасенных и неспасенных. Это добрая весть о том, что совершил Иисус на кресте. И Павел говорит, что это не просто хорошая весть, а сногсшибательная. Вам сообщали хорошие новости? Просто хорошие новости. А эта новость была ошеломляющей. Павел растолковывает, что мы должны узнать Евангелие Христа. Мы знаем, что это хорошая новость о Христе. Рассмотрим грани нашей темы. В первой главе, третьем стихе послания Галатам, автор говорит, «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». И затем Он говорит об Иисусе в четвертом стихе, «Который отдал Себя Самого за грехи наши». Это хорошая весть, не так ли? Только этого, как кажется, достаточно для ликования. Но Он не только заплатил цену за то, чтобы наши грехи были прощены, Он занял наше место. Необходимо понять, что мы были осуждены за свои грехи, признаны виновными за свои грехи. Закон Моисея гласил, «Последствия греха — смерть. Мы были осуждены за свои грехи, были признаны виновными. Наказанием нам бы послужила смерть, но Иисус умер вместо нас. Он заплатил цену, которую должны были заплатить мы. Цену заплатил Он, чтобы нам не пришлось пройти через весь ужас и мрак, который мы заслужили своими грехами. Вот смысл Благой Вести. Это ошеломляющие новости, ведь мы узнали, что Иисус Своей кровью, Аллилуйя, заплатил цену за наши прошлые, нынешние и будущие грехи. Когда Иисус был на кресте, христиан еще не существовало. Аллилуйя, слава Богу! Но скажу, что Своей кровью Он заплатил за наши грехи, прошлые, настоящие и будущие. Это сногсшибательная новость. Аллилуйя! И это никогда не прекратится. Я про факт о том, что Он заплатил цену, отдал свою жизнь за мои грехи. Он занял мое место. Это Меня должны были осудить. Иисус взял на Себя суд за грехи, наказание за них, всю боль. Все это сделал Иисус. Дамы и господа, скажите это. Так вот, это сногсшибательная чудесная весть, и Павел говорит, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Это был план Бога, Его решение послать Иисуса на крест за наши грехи. И послушайте, что говорится потом. Ему слава во веки веков. Аминь. В шестом стихе Он дает определение Евангелию. «Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовую, призвавшего вас благодатью Христовую, подчеркните слова благодатью Христовую». Что такое благодать? Все просто. Это незаслуженная милость. Незаработанное, незаслуженное расположение. Благодать Христа — это Его незаслуженная милость. Вы знаете, что мы ничего не сделали, чтобы иметь право на выкуп, отданный Иисусом за наши грехи? Нет даже такой возможности. Мы спасены по благодати через веру, и это — дар Божий, чтобы никто не хвалился. Мы ничего не сделали, чтобы спастись. Мы обязаны понять, что мы спасены только благодаря незаслуженной нами благодати Бога. Он явил нам милость, и мы родились свыше. Он был благосклонен к нам и заплатил за все наши грехи, заняв наше место на кресте. Он питал к нам приязнь и явил ее нам. Это был Его дар. Подарок не зарабатывают в поте лица, не покупают. Его просто принимают. Итак, мы принимаем этот дар. Послушайте, он говорит, «Вы были призваны к незаслуженной вами милости Бога». Вы ответили на призыв? «Я был призван к Его милости». Аллилуйя. «Я был призван к Его благосклонности». Итак, просыпаясь утром, я ожидаю, что Он будет благосклонен ко мне. И всякий раз, переживая Его милосердие, возблагодарим Бога. Вы зашли в продовольственный магазин и нашли то, что надо купить. Посмотрите на терминал и скажите, «Вот она, милость Бога». Об этом-то и говорим, о милосердии царя. Незанято место на парковке, и это Его милость. Просыпаясь утром, ожидайте милости Бога, к которой вы и призваны. Перед сном говорите, «Бог, я знаю, что я твой любимчик». Необходимо уяснить, что вы были призваны к благодати Христа, к Его незаслуженной милости. И все это по Его благодати. Итак, благая весть есть весть о благодати Христа. Это ошеломляющая новость. Есть добрая весть о благодати Христа. Послушайте, что он говорит о благодати Христа. Удивляюсь, я изумлен, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию. То есть, он говорит, что в благодать Христа есть Евангелие. То есть, вы оставили Евангелие о благодати Христа и перешли к другому Евангелию, Которая не есть благовествование о благодати Христа Понятно, да? А в следующем стихе он называет его Евангелием Христа Итак, в седьмом стихе он говорит, которое, впрочем, не иное Здесь он упоминает о другом Евангелии Вы знаете, что другого Евангелия не существует? Помните, люди говорят о Евангелии процветания, которого не существует Его нет, есть только одно Евангелие Нет Евангелия исцеления Нет Евангелия процветания Но есть только одно Евангелие — благодать Христа. Есть только одно Евангелие — благодать Христа. Когда мы говорим «благая весть», это не абстрактная хорошая новость. Это благая новость о благодати Христа. Хорошая новость о том, что Бог явил милость к нечестивцам и решил заплатить цену. Он стал грехом, чтобы мы стали праведностью. Аллилуйя! Бог явил нам милость, подарив то, что мы не заслужили, не заработали. Это и есть сногсшибательная новость. В Евангелии есть хорошая новость о милости Бога к нам, которую мы не заслужили. Благая весть для Дрю и Джоша. Благая весть для Пэм. Да что там! Для всех нечестивцев планеты. Иисус принес милость всем, бякам и букам. Одному Богу слава. Он пришел, чтобы явить милосердие ко всем, кто делал ошибки. Принес им сногсшибательную новость. Ведь мы с вами знаем, что вообще не заслуживаем эту милость. Вот почему сегодня у нас возможность ходить в полноте этой незаслуженной милости. Скажи мне, я не заслуживаю ее, или я этого не достоин? И я отвечу, именно поэтому она нам дана. Я и ты не заслужили ее. Бог не ищет людей, которые ее заслуживают. Их и нет. Но Ему нужен народ, готовый сказать, «Я готов принять незаслуженную милость». Не пытайся заслужить благоволение. Милость... В этом случае благодать убежит от тебя. Ты же стараешься ее заработать. Благодать заслужить невозможно. Милость не заработаешь. Аминь. Итак, в Евангелии есть добрая весть о благодати Христа. Павел пишет, что другого Евангелия нет. Оно одно единственное. Есть только одно Евангелие, и это Евангелие о благодати. Апостол продолжает, «Которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие извратить Евангелие Христово». Тут он указывает на добрую весть о благодати Христа и называет ее Евангелием Христовым. Евангелие Христа есть Евангелие о благодати Спасителя. Это Евангелие о благодати. Это Евангелие о благодати Сына Божьего. Он помазал служителей и дал им способности, дабы они могли служить, неся Евангелие Христа. Что такое Евангелие Христа? Это Евангелие о благодати. Это не Евангелие о законе Моисея. Это Евангелие о благодати. Это ошеломляющая новость о незаслуженной милости Бога. Именно это Бог и призвал нас возвещать. Ибо если мы продолжаем проповедовать о том, от чего мы были освобождены, вместо того, чтобы проповедовать о том, к чему мы были призваны, «Я был призван к этой незаслуженной милости». Если вы верите, что вы были призваны к незаслуженной милости, то зачем вы пыжитесь, стараясь заработать то, к чему Бог вас призвал? Вернемся к посланию римлянам. Теперь мы понимаем, что такое Евангелие. Верно? Теперь всякий раз, когда видите в Новом Завете слово «Евангелие», остановитесь и поразмышляйте над ним. Как увидите его, вспоминайте о благодати Христа. Это Евангелие или добрая весть. Это сногсшибательная новость о благодати Христа. И другого Евангелия не существует. Только благая весть о благодати Христа. Торопиться не буду, и... Я говорил об этом в прошлый раз из послания Галатам 1. Там Павел произносит двойное проклятие на ангелов и проповедников, которые возвещают не то послание, о котором проповедовал апостол. Он говорит, «Да будет проклят». То же самое он говорит в следующем стихе. Павел произносит двойное проклятие на тех, кто возвещает любое другое Евангелие, и говорит, что иного Евангелия нет, кроме этого, истинного. Кажется, вы мне не верите. Вернемся к посланию Галатам. Вернемся к посланию Галатам. Боже мой! Вы, наверное, думаете, «Ну и где это написано?» Стих 8. С него и начнем. «Но если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет проклят». Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, «Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет проклят». «У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Как угождает людям?» Проповедуют им иное Евангелие, а не Евангелие о благодати. Это Евангелие — это ошеломляющая новость. Разве не прекрасно ходить в церковь и слышать в ней об Иисусе? Вот в чем смысл этого Евангелия. Оно говорит об Иисусе и Благой Вести, о незаслуженной милости, которая открылась нам и которой мы призваны. Откроем послание римлянам, первую главу. Вернемся сюда. Почему я все время ставлю акцент на том, что есть Евангелие? Потому что есть такое обыкновение. Спросив в конгрегации, что есть Евангелие, вам ответят, что это благая весть. Но кто объяснит, что это за весть? А что это за весть? Тут и начинают спотыкаться. Ну, весть — это... И начинают блуждать. Позволим Библии объяснить, что в ней сказано. Евангелие — это добрая весть о благодати Христа. Всякий раз, когда вы встречаете слово Евангелие или Евангелие Христа в Новом Завете, поразмышляйте над ним. Оно всегда отсылает к благодати Сына Божьего. Я снова и снова говорю об этом, потому что хочу убедиться, что вы получили представление о Евангелии. А сейчас позвольте пойти дальше. Тема усвоена? Идем дальше. Дело сделано. Аминь. 16 стих. «Ибо я не стыжусь Евангелия Христова, потому что оно что?» Так точно. Благая весть. Что это? «Благая весть» — это Евангелие о благодати. Произнесите это. «Благая весть» — это Евангелие о благодати. «Ибо я не стыжусь Евангелия Христова, потому что оно есть сила. Сия благодать производит силу. Сия благая весть о благодати Христа производит силу. Оно есть сила Божия ко спасению. А это очень важное слово, ведь оно означает не только рождение свыше, но благодать Бога есть Его сила, которая приносит спасение, рождение сызного, освобождение, исцеление, здравомыслие, в общем, все, что нужно для жизни с Богом. Когда понимаешь, как подчиниться благодати Бога, тогда и осознаешь, что благодать обеспечила тебя всем для жизни и благочения. Абсолютно все, в чем вы нуждаетесь, уже приготовлено, уже обеспечено для вас. И эта благодать Бога есть добрая весть о том, что Иисус уже приготовил все для вашей жизни. Это благая новость о том, что Иисус уже все приготовил для помощи вам. Даже простак из простаков, принявший спасение, докажет это. Нет, Он не ошибется. Хорошая весть, не правда ли? Эта добрая новость о благодати Христа есть сила Бога. И когда вы принимаете эту благодать, когда вы принимаете добрую весть, закричите, принимаете. Чего вы могли достигнуть по завету, где царил закон? По завету, где правил закон, вы должны были усердно трудиться, чтобы получить благословение. По завету, где царил закон, вы делаете добро, и Бог в ответ вам. Поступаете скверно, получаете зло. По завету, где правил закон, есть ваша часть работы, есть и Божья. Но по завету благодати, Бог делает добро. Но по завету благодати, у Бога часть работы. Вступив в завет благодати, многие христиане говорят, «А что насчет моей части?» Нет, так было в Ветхом Завете, который уже не действует. А в Новом Завете Бог сделал нечто захватывающее, убрал нашу часть обязательств, из-за которых Божья верность была явлена только когда мы были верны Ему. По завету, где царил закон, если ты верен Богу, то и Он тебе. Но по Новому Завету, евреям 8, слава Богу, Бог будет верен вам, даже если вы не верны Ему. Филиппийцам 2, 13. Просто удивительные слова Господа. Даже если вы не будете верны, я останусь верным. О-о, на меня смотрят и мне не верят. Откроем вторую главу филиппийцам. Вторую главу филиппийцам. 1, 6. Спасибо, Кен. Это один из них. Вначале зачитаем 1, 6. Это один из них. «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». В расширенном переводе сказано, «Я убежден и уверен именно в том, что...» Слава Богу. «Я убежден и уверен именно в том, что...» Вы готовы? Что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, вплоть до времени Его возвращения. Развивая это доброе дело, совершенствуя его, и полностью завершит его в вас, Бог посвятит себя Ему, дабы удостовериться, что бы ни происходило в вашей жизни, Он никогда не остановится, никогда не прекратит, пока все, что Он обещал, не исполнится к возвращению нашего Господа Иисуса Христа. И Он верен, Он исполнит обещанное. Скажем «Аминь». Вы скажете, здесь только слушающих, а вы до сих пор дали всего один стих из Писания. Второе Тимофея 2,13. Я уже хотел уйти с проповеди, но тут я услышал этот стих. Второе Тимофея 2,13. Готовы? Читаем. «Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». В расширенном переводе сказано так. «Если у нас нет веры, мы не верим и не верны Ему, Он остается надежным, верным своему слову и своему праведному характеру, ведь Он не может отречься от себя». Что Он говорит здесь? «Если мы не верны Ему, то Он останется верным нам, потому что от Себя отречься не может». Он говорит, «Даже если вы не исполняете свою часть договора, Я исполняю Свою», — говорит Господь. Теперь прочитаем другой стих. Евреям, глава... Забыл, где это. Евреям, глава 8. Нашел. Посмотрел бы я на вас, учив из кафедры и используя столько мест. Евреям, глава 8. Смотрите на завет, который Он готов заключить. Я учу о праведности, надеюсь, мы доберемся до нее. Стих 8. «Но укоряя их...» Нет, уж лучше начнем с 7 стиха. Евреям 8.7. «Если нашли, подтвердите. Ибо если бы первый завет был без недостатка...» Тут он говорит о завете, где царил закон Моисея. «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Если бы завет, где царил закон, был совершенен, тогда Бог не дал бы нам другого завета. Но укоряя их, говорит, «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу, — скажите громко, с домом Израиля и с домом Иуды, — Новый Завет». Читаем, что он говорит дальше. «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете Моем. И я пренебрег их, — говорит Господь». Бог говорит, «Я заключу с вами Новый Завет, и он будет совсем не таким, как Ветхий». Я правильно прочитал? «Заключу с вами Новый, он будет не таким, как Ветхий». Он развивает мысль дальше, говоря, что именно Новый Договор будет отличаться от Ветхого. Девятый стих. «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку». На этот случай Бог приводит сравнение. «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете Моем. И я пренебрег их, — говорит Господь. Из-за того, что они не исполнили завет, я не смог пребывать с ними». Читаем расширенный перевод. «С их праотцами я заключил договор, когда взял их за руку, чтобы помочь и поддержать и вывести из земли Египта, ведь они не прибыли в Моем соглашении с ними. Поэтому я отнял у них милость и пренебрег ими, — говорит Господь». Видите, в Старом Завете, где царил закон, из-за неисполнения ими своей части Бог отнял у них милость. В Новом Завете под благодатью ваша верность помогает хранить завет, но от нее не зависит, исполнит ли Бог свою часть завета или нет. Потому что, по Его словам, Новый Завет или Договор не сработан по лекалу Ветхого. По Старому Договору, вы делаете добро, и Бог в ответ вам. Но по Новому Завету Бог исполняет свою часть, даже если мы нашу не исполняем. То есть Бог говорит, «Слава Ему! Слава!» Мы с вами ничего не можем сделать, чтобы Он отнял у нас Свою милость. Остановимся на формальной религии. У нее своя программка. «Исполни, милок, все требования закона, и тогда Бог будет доволен тобой». Идем дальше. Каждый день ты должен все это исполнять, чтобы заработать милость. Каждый день молись часа по три, чтобы заработать милость. Только посмей пропустить хоть одно собрание, не видать тебе милости от Бога. Друзья, я не призываю вас перестать молиться. Вы же в курсе, как здорово молиться? Это же прекрасно, приходит в церковь. И это мы делаем, верно? Жертвовать. Вы же знаете, что это хорошо. Но нельзя использовать все эти блага как требования, чтобы заслужить Его милость. Он уже дал вам свою милость, не требуя исполнения каких-то условий. Если бы было необходимо исполнить эти условия, чтобы получить Его милость, тогда это была бы уже не благодать. Но есть благодать и милость, которые даются Богом бесплатно. Их отрабатывать не надо. Это не значит пуститься во все глупости. «Мне симпатичен ад и грех». Нет. Что же происходит, когда вы взявите благодати? Место закона занимает Дух Господа. И Дух учит вас, как говорить, как поступать. И Он же начертал закон в вашем сердце и уме. Он будет вашим проводником. Это не дает права вести себя неправильно. Но означает, что теперь вас поведет Святой Дух, а не буква. Ведь буква убивает, а Дух дает жизнь. Он научит вас этому. Понимаете, о чем я? Что же должно произойти? Необходимо понять, что для каждой личности, я говорю про рожденного заново христианина, принявшего Иисуса Господином и Спасителем, вы должны понять, что Бог объявил вас праведными, и, будучи Его праведностью, вы имеете право на Его милость. И вы имеете это право, ибо это есть Его милость. Если вы исполнили требования, то у вас нет права на Его милость. Если вы что-то хорошо исполнили, то у вас нет права на Его милость. Если вы трудились в пути лица, то и в этом случае такого права у вас нет. Нет, нет и нет. Право на милость Бога есть, когда Он по милости к вам явил милость. Проблема не в том, что вы не зарабатываете ее. Возможно, вы думаете, что из-за этого у вас нет милости. Но в том, что вы пытаетесь достичь того, что Иисус уже завоевал и дал вам по милости. Теперь же вам нужно научиться принимать то, что завоевал Иисус. А мы до сих пор стараемся достичь то, что Иисус уже сделал. Пытаемся достичь то, чего достиг Иисус. А нам просто-напросто нужно принять то, что Он сделал. Мы же в пути лица пытаемся заработать все это, потому что Церковь говорит, «Исполняй свою часть». А мы действуем по принципам Ветхого Договора. А в Ветхом сказано, «Исполни требуемое», и тогда Бог исполнит свою часть. А Новый Договор, Елизавет, говорит, «Наша часть в Новом Соглашении проста. Принимать». Наша часть в Новом Соглашении благодати проста. Принимать. Не я должен сделать это, то и вон то, чтобы получить исцеление. Мы пытаемся получить то, что Иисус уже получил. Бог говорит, что у нас есть уже все для жизни, благодаря Иисусу. И теперь Он хочет, чтобы из тех, кто достигает благ, мы, заключившие Новое Соглашение, или Завет, стали теми, кто принимает благословения. Аллилуйя! Мне нужна работа. Она уже есть. Просто нужно ее принять. Я нуждаюсь в здоровье. Она уже есть. Просто примите его. Я хочу освобождение. Она уже есть. Просто примите его. Я очень хочу мужа. Он уже есть, только надо его забрать. У вас есть все, в чем вы нуждаетесь. И Иисус уже это обеспечил. Просто научитесь получать всякое благословение, духовное, уже данное вам. Когда переводишь деньги с одного счета на другой, это же не означает, что у тебя нет средств. Ты переводишь с одного счета на другой. Спасибо, Господи. Я вижу, куда ты ведешь. То же самое происходит и с благословениями. Вы уже получили благословение. Просто его нужно перевести на ваш счет. Чтобы перевести деньги, нужна квитанция. Так и здесь. Нужна вера, чтобы сделать перевод благ, которые Иисус уже вложил в вас. Перевод на невидимый счет. Так что, когда люди спросят, «Ты исцелен?», вы ответили, «Да, тело исцелено, я уже здоров». Слава Богу. Тело исцелено, я здоров. Да, оно на моем счете. Я его туда перевел, в свою жизнь. Вопрос не стоит, есть исцеление или нет. Оно уже в руке Иисуса. Милость у Него. У Иисуса уже есть все, в чем вы нуждаетесь. Но Он ждет от вас квитанцию, чтобы произошла авторизация. И Он переведет запрашиваемое благословение из невидимого мира к славе Божьей, в видимый. Благословение, которое можно узреть и прикоснуться. Вот он, наш Новый Завет. А мы все еще пытаемся жить по-ветхому. Делай добро — получишь добро. Делаешь зло — получишь зло. А мы все еще возвращаемся к ветхому договору. «Все, что происходит со мной, есть плод моих дел». Живем, руководствуясь фразой Франклина «Бог тебе поможет, если ты сам себе поможешь». Но это же не по Писанию. Этого нет в Библии? Нет. Иисус этого не говорил? Нет, не говорил. Это сказал Бенджамин Франклин. И эта идея витает в воздухе. «О, брат, если ты себе не поможешь, Бог тебе не поможет». Люди в смятении, они не понимают цели добрых дел. Что мне делать? Принимать. Что мне делать? Принимать. Что мне делать? Принимать. Но надо же что-то делать. Принимай. Прими ответ в молитве. Когда делаешь шаг к вере, принимай. Когда что-то делаешь, принимай ответ. Мы заключили с Богом новый договор, и теперь зависим от Бога. А в Ветхом Завете мы уповали на свои дела, на усердный труд. И христиане этого не понимают. Но до сих пор они надеются на свои добрые дела, как на свой долг, чтобы по плоти хвалиться. Плоть любит Завет, где царил закон Моисея. Потому что можно погордиться. Я исполнил свою часть. Аллилуйя. Теперь Бог исполнит свою. Это было в Ветхом Завете. Но заключив с Богом новый завет, договор благодати, нам нечем хвастаться. По Новому Завету, по договору благодати, единственное, что мы можем, это воздавать Богу благодарность и славу за все. Ведь будучи в Новом Завете, в Завете благодати, никогда не будет такого нашего дела, которое бы способствовало приходу небесных благ в нашу судьбу. Отрекись вы от зарабатывания благ делами, вы бы увидели, что на самом деле вы ничего не сделали. Но все сделал Иисус. Мы же не сделали ничего. Молиться Богу? Аллилуйя. Мы будем молиться. Это помогает нам общаться с Творцом, слышать Его. Это помогает настроиться на слушание Бога. Воистину так. Абсолютно так. Есть принципы и законы даяния, и мы видим результаты. Но я делаю все это, полагаясь на Бога. Я не превращаю духовные вещи в плотские, говоря про них, это мой долг. Если вы будете пить все лекарства, принимать все витамины на земле, и все равно болезни останутся. Потому что вы доверяете лекарствам больше, чем Богу. Библия говорит, благословлю твой хлеб и воду. Возьмите витамины, лекарства и скажите, «Отец, благослови их, ведь они могут и не сработать. Я могу испытывать боль, но Святой Дух знает, как добиться результата». И тогда все, что вы делаете, уповая на Бога, изменяет ситуацию к лучшему. Вот что нужно сделать. Разум твердит, мы не можем приписать себе те или иные заслуги, и благодаря этому что-то получить от Бога. Прославление достоин только Иисус. Благодарить нужно лишь Его. А плоть хочет приписать заслуги себе. Мы ничего не могли сделать, чтобы заслужить то, что подарил нам Иисус, свершив подвиг на кресте. Только доверьтесь Богу. Прекратите попытки достичь благословения. Станьте тем, кто их принимает. «И положитесь на Него во всех своих делах». Положитесь на Него во всем, что Он призвал вас совершить. Аллилуйя! Да будет Богу слава! Вот о чем нужно помнить всегда. Крестный подвиг Иисуса Христа. Мое исцеление, освобождение, процветание. Брат Доллар, Иисус все это сделал, а я по сей день болею. Да? Тогда вам нужно принять исцеление, перевести его на свой счет. Брат Доллар, я получил. Вы сказали, что уже получили. Как многим людям говорят, «Исповедуй, что ты уже спасен». То есть, сердцем верь и исповедуй устами. Нужно продолжать в это верить. Повторяю, нужно продолжать в это верить. Вера всегда испытывается там, где встречается сопротивление. Что вы говорите и делаете, когда встречаете противостояние, укажет на то, во что вы действительно верите. Аллилуйя! Если верите, аллилуйя! Вопреки прогнозам докторов, продолжайте верить, что Бог исцелит вас. Вы должны верить, должны принимать, даже когда тяжело. Продолжайте провозглашать в вере. Принимать верой нужно не только, когда вы в церкви. Но принимайте благословение верой, и когда никого вокруг нет. И даже когда говорите еле слышно, прошепчите, «Верой принимаю». Вот она, жизнь по вере. Как причастник Нового Завета, получите представление о позиции благодати. Бог сказал, что явит милосердие, если мы совершим неправду, и грехов и беззаконий наших больше не вспомнят. Так вот, мы только заложили основание темы праведности. В нашу праведность летят вражьи дротики. Единственный путь, как враг может остановить вас от получения блага от Бога, это ставить под сомнение вашу позицию праведности. О Евангелии в первой главе послания Римлянам сказано, что эта праведность была явлена. В Благой Вести о благодати открывается праведность от веры в веру. Праведные, то есть те, кто объявлен таковыми, будут жить верой. Те, кто объявлен праведным, будут жить верой. Праведные, то есть те, кто объявлен таковым, будут жить верой. Те, кто объявлен праведным, будут жить верой. Как? Как мы уже говорили, принимая верой. Скажите, «Я тот, кто принимает все, что Сын подарил, все в моей жизни, все, в чем я нуждаюсь, уже обеспечено Иисусом. Он все совершил. Поэтому я признаю реальность и законность крестного подвига Иисуса. Верой я могу перемещать из мира незримого благословения в видимый. Верой я принимаю крестный подвиг Иисуса. Я праведность Бога и я живу верой. Соединим все воедино. «Я праведен и верой получаю благо». Благодать есть благоволение. И единственное, что может атаковать враг, это наша позиция праведности, праведного положения пред Богом. Праведность — это исходит от благодати, которая действует через праведность. это пятая глава послания римлянам. Благодать действует через праведность. Давайте посмотрим. Пятая глава римлянам. «Благодать царствует посредством праведности». Стих 21 «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась». Это значит, начало править. Через что? Через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. В расширенном переводе это передано так. «Благодать, милость Бога, которую невозможно заработать и заслужить, могла также править через праведность, правильное положение пред Богом, которое течет в жизнь вечную благодаря Иисусу Христу, Мессии, Помазаннику, Господу нашему». Итак, если можно скрыть веру в то, что я праведность Божья, праведность, не по совершенным мною делам, но по вере, в крестный подвиг Христа ради меня. Следите за мыслью. В Старом Завете, где правил закон Моисея, в основании праведности были дела. Если евреи поступали правильно, то считались праведниками. Поэтому, читая Ветхий Завет, будьте внимательны. Там праведность засчитывалась по делам. Так достигалась праведность в Ветхом Завете. А в Завете благодати, в Евангелии благодати, наша праведность рождена благой вестью. О ней Павел говорит, что не стыдится Евангелие Христа, ибо оно есть сила Бога для спасения любому, кто поверит в нее. Во-первых, и идею, во-вторых, язычнику. Потом он говорит, что эта праведность открывается от веры в веру. Как написано, праведный будет жить верой. Те, кто был объявлен Богом праведным, то есть те, кто был объявлен Богом праведным, те, кто был объявлен Богом праведным. Итак, Библия говорит, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Римлянам, глава 4. Что сделал Авраам, чтобы Бог объявил его праведным? Что? Он поверил Богу, верно? Что нам делать, чтобы Бог признал нас праведными? То же самое. Мы должны поверить в Иисуса Христа. Небо признало нас праведными, когда мы поверили Богу. Тут нужна вера в Иисуса Христа. До этого праведные дела небо не признает за таковые. Так и есть. Посещение церкви, если вы причастник Нового Завета, не делает вас праведным пред Богом. Но праведность, благодаря вере в Бога, дает вам знать, что вы праведный по вере. Лишь тогда ваши дела в глазах неба праведны. Сложность в том, что люди стараются поступать праведно, даже не зная, что они уже праведны. Нет, нет, нет. Вы пытаетесь определить, праведны вы или нет, опираясь на собственные дела. Стараетесь определить, праведны вы или нет, опираясь на исполнение правил. Но Иисус сказал, что делами праведность не заработаешь. Вы праведны только благодаря Иисусу. Вы верите в то, что совершил на кресте Иисус. Он делает вас праведным, и в день, когда вы стали праведностью Бога, вы ничего не сделали для этого. Скажем вот так, праведным можно стать без всяких усилий. Сейчас вы в поте лица зарабатываете праведность. Я должен, я должен, 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 должен это сделать. И тогда я буду праведен. Итак, вы заняты этим, пытаясь положиться на свои усилия, волю и способности, чтобы не поступать скверно. Вы считаете, что это обезопасит вас от глупостей. В этом случае проклятие придет само собой. Появится и придет. Крутитесь, как белка в колесе, и тут силы кончаются. Господи, помоги мне. Было так, что силы уже иссякли, и вы молитесь, Иисус, помоги мне. Вот хороший пример. Когда воспитываешь детей, неотступно следуя прочитанным книгам, а перемен нет, ты выбился из сил, ты говоришь, Иисус, помоги мне. Или знаток всех книг о супружестве, специалист в том, что касается вопросов, муж, жена, думают, что все в порядке. Такое было у вас? Случалось такое? Попадали туда? Вот что я знаю точно, вам нужен Святой Дух. Речь о супружестве. Книжки дадут информацию, а Дух даст вам откровение. А оно необходимо для поддержания брака. Тут такое дело, что вам нужна не информация, а нужно идти к Богу и получить совет от Него. Ведь когда начинаются трудности в семье, Святой Дух говорит, лучше помолчи. это не духовно. Еще как духовно? Рот на замок. Ничего не произноси. Или посреди перепалки Святой Дух скажет, иди на улицу, вынеси мусор. Что? Сходи на помойку, прямо сейчас. Потом вынесу. Сейчас иди, сейчас. Бери пакетик и выходи. Но она про мою маму сказала, иди на помойку, быстрее. Беги уже. Вот что забавно. То, как прихожане видят проповедников. Удивляюсь, как это им удается. Они смотрят на проповедника, как на сверхличность. Недавно читал с кафедры, и вдруг у меня зачесалась пятка. Пошли мысли, тут и думать не надо. Я почешу ее посреди проповеди. Никому и в голову не придет, что я сейчас почешу пятку. И говорю, ребята, вам это только снится, и поскреб ее. Я не забыл, что сейчас проповедь, но с пяткой сладу нет. И снял зуд. Ведь прихожане создали лжеобраз проповедника. Какие-то люди слепили фальшивое представление о браке, сказочку под названием брак. супруга, просто само совершенство. О, мы в полете. О, мы просто ... как-то так. Это фальшивый образ брака, из-за него приходит разочарование, когда начинается реальность. Что происходит, когда идеал сталкивается с реальностью? Стряска. А что ж по-настоящему будет происходить в браке? Ведь был дан образ идеального брака, а тут все по-другому. Уж лучше закрою рот и пребуду в безмолвии. Пусть никто не узнает, что я стараюсь, но ничего не получается. Я ее не перевариваю, а когда спросят, как дела, я отвечу, хвала Господу, все чудесно, все. Вот такие вещи вы рассказываете, когда люди спрашивают о браке. Будьте осторожны. В церкви столько ложных представлений о браке. В церкви столько ложных идей. Трагедия в том, что когда пытаешься разобраться, в чем же правда, то ложные идеи уже приносят горький плод. Разочарование. Как служители Евангелия, мы должны быть осторожными и проверить, рисуем ли мы картину, фантазию, которая принесет разочарование, когда наступит реальность. Вы найдете правду.